Ребята, всем огромный привет! Ну вот, нашим перепелам белый гигант исполнился ровно два месяца. Сегодня я хочу взвешить, насколько они крупные выросли. Два месяца как раз для перепелов это забойный период. Они еще, конечно, будут расти и до трех месяцев немного набирать, но в основном массу птиц вот эта набирает примерно к двум месяцам, основную такую забойную, хорошую массу. Как уже повторюсь, производители говорят, что данная птица вырастает примерно до 500, а порой даже и до 700 грамм. Ну вот хочется в этом убедиться, насколько вот этот белый гигант утяжеленый соответствует вот этим рассказам, описаниям. У меня есть еще перепела, обычный кехасский бролер. Ну, птица где-то в среднем, где-то около 300 грамм выходит тушка. Сегодня вот забивал как раз перепелов. Одна тушка прям вытянула на 420 грамм, но не потрошенная. 420 грамм, если убрать потроха, ну где-то 390-380 грамм получилась тушка. Достаточно жирная, мясистая, упитанная. Но эти перепела должны быть больше. Я приготовил как раз весы. И сейчас хочу взвешивать. Вот возьму прям сейчас какую-нибудь птичку, покрупнее там, помельче, и взвешивать. Попробую на весы ее поставить. Если она убежит, то будет хорошо. Если убежит, то буду думать что-то, в что ее посадить, чтобы взвешивать. Ну давайте приступим. Итак, вот хочу выбрать, ну вот такой вот особь, действительно крупная. Посмотрите, посмотрите, какая замечательная перепелка. Но она достаточно, вот ее прямо вот в руке она не вмещается. И такая вот хорошая, увесистая. Ровно 2 месяца, 60 дней. Давайте взвешиваю. Хочется убедиться, что не зря я эту выращиваю породу. Яйцо данной птицы достаточно дорогое. Брал я ее по 20 рублей за штуку. И вот сейчас у меня родительское стадо образовалось. Так, давай сидеть. Ага. Итак, 400... 475 получается. Тихо, сиди, 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 сиди. 475 грамм. Вот эта птичка весит. Неплохо. Смотрите, почти полкило. 400... 420, по-моему. Так, тихо, 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 тихо. 420, 430. 427, 420 грамм. Помельче. Еще одну возьму. Чтобы убедиться, что это действительно не та. 507 грамм. Ни фига себе. Отлично. 2 месяца полкило. Ну реально, действительно, говорят, что такая птичка очень увесистая. Ну что, друзья, вот убедился я действительно на деле, что данная птица вырастает в 2 месяца до достаточно приличных размеров. Вот если птица весит 500 грамм, то отнимите где-то примерно 27% от веса, и вы получите чистую тушку без потрофов. Это получается, что от 530% до 150 грамм. То есть тушка будет 350, около 400 грамм получается. Где-то так, в среднем, на вскидку. Ну 350-380 грамм за тушку, это вообще, это супер. Такие увесистые, хорошие перепела. Вы знаете, какой замечательный шашлык из них получится? Ну это вообще сказка. Как раз мы и перепела нанесли достаточно много яиц. Они хорошо разнеслись. Вот за эти 2 месяца начали нестись где-то примерно в 45-48 дней. И вот уже так вот нормально разнеслись. Но яйцо еще мелковатое, но уже достаточно такое лучшее. Ну неплохое. Вот яйцо вот этого белого гиганта. И сейчас возьму яйцо техасского бройлера. Ну немного помельче яйца. Хотя эти уже намного взрослее. Им уже где-то примерно 3-3,5 месяца. Вот они у меня за 2 дня накидали вот тут яичек. Вот тут тоже хороший такой запасик сложился. А здесь вообще дофига. Тут у меня сидят только одни самки перепела. Одни самки перепела. Что-то в крови подрались, наверное. Тут чисто на яйцо птица сидит. Не инкубационное, а обычное столовое яйцо. И вот они накидали мне за 2 дня. Тут, наверное, штук 50, наверное, лежит. Замечательно. Курами я занимаюсь довольно давно. Наверное, 4, может 5 лет. Делал перерывчик на год. Но потом снова возобновил, так как очень вкусное мясо. Очень полезное яйцо. Его всегда много. В отличие от кур, с курами намного сложнее получить яйцо. В смысле, с несушками. А с этими вообще проблем никаких. Очень неприхотливая птица их несет как пулемет. Поэтому кушаем мы вместо куриных перепелиные яйца. 3 перепелиных яйца заменяют одно куриное яйцо. Как по весу, так и по полезным свойствам. Вот эти 3 перепелиных яйца, наверное, раза в 3-4 превосходят куриные яйца. По пользе. В плане витаминов, микроэлементов. Плюс к тому, вот эта скорлупа перепелиная на 100% усваивается организмом человека. Что полезно для суставов. Короче, тут перечислять можно сколько угодно. Пользы перепелиных яиц. Так что, друзья, не брездуйте. Многие говорят, вот они такие маленькие. Ничего подобного. Вареное яйцо можно кушать прямо со скорлупой. Это никак, не знаю, не отвращает. Что ли? Очень хорошо съедается. Даже ничего не остается. Яйцо и скорлупа сразу вместе. Мне, по крайней мере, так нравится. Чтобы не чистить, не возиться. Раз сразу со скорлупой. И двойная польза. Накидали вообще яйца. Ого-го! Очень удобно, когда клетки сесть с яйцезборником. Яйцо выкатывается сюда, наружу из клетки. И чистое, не ломаное. И не надо туда в клетку их лезть и там где-то ловить и вырискать. Собираешь просто из яйцезборника. Вчера не собрал, сегодня вот сколько накопилось. Вот, друзья, пожалуйста, полная чашка. Трехлитровая чашка. Вот такие замечательные результаты, друзья. Всем вам добра желаю. Подписывайтесь на канал. Выращивайте замечательную, хорошую птицу. У меня сегодня, кстати, прибавления родились. Вылупились сегодня бройлер КОК-500. Зимний. Сейчас уже ноябрь, конец ноября. Но, тем не менее, у меня до сих пор вылупляются цыплята. И выращиваются. Всем добра, друзья. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.